Плоские и объемные, бумажные и оловянные. На стендах выставки более 500 уникальных фигурок из разных стран и исторических эпох. Выставка, которая открылась в 10-й школе, собрана и представлена сразу несколькими местными коллекционерами. Один из них – Олег Клименко, а в его личной коллекции несколько сотен таких фигурок. С самого детства. Я сегодня хотел привести с собой друга, друга детства, с которого мы начали увлекаться солдатиками. Действительно, маленькими мальчишками в 4-5 лет отец его привез из Москвы металлических рыцарей. В руках Олега Клименко вот такие металлические рыцари обретают свой цвет. Сегодня это его главное увлечение. В целом же на стендах выставки можно увидеть фигурки, представляющие Первую мировую и Великую Отечественную войну, а также современную армию. Среди экспонатов – самолеты, разные виды танков и кораблей. В нашей школе очень много таких выставок, которые нам напоминают то время, войну, когда наши деды и прадеды воевали за мир и спокойствие. В городе Сочи нет таких больших музеев, как в Москве, к примеру, Красногорске или Кубинке. А тут, знаете, мини-такой маленький музей, где можно посмотреть на танки, уменьшенная версия. На открытии выставки для детей провели целую экскурсию. Им рассказали, например, что первые миниатюры воинов появились еще в Древнем Египте. Коллекционированием таких фигурок увлекались многие известные личности. Петр Первый, Невский, Кутузов, Наполеон, сказочник Андерсон и многие другие. В этом году мы решили представить немножко необычную выставку. То есть мы хотим показать солдатика именно с нашего детства. Солдатика сказочного, не только солдатика серьезного, который участвовал в Первой мировой, во Второй мировой войне, в Великой Отечественной, но и солдатика, которым игрались. И дети понимали, что это прежде всего игрушка, сейчас уже произведение искусств. Экспозицию военно-исторической миниатюры, которую назвали «Армия на ладошке», проводят в 10-й школе уже третий год подряд. Изучать историю своей страны и просто историю игрушки через выставку школьники будут до Дня Победы. Кстати, в следующем году организаторы планируют расширить экспозицию, добавив на полки фигурки индейцев и ковбоев. Продолжение следует...